всем привет ну вот видите у меня вот сидит сам смотрите на него вот он очень любит всегда находиться рядом не оставляет меня без внимания всего ну сейчас он гуляет на окне вот к чему я сегодняшний эфир продолжаю я бы хотела продолжить обзор кино новинок которая посмотрела все один очень интересный фильм который мне понравился называется выбор он экранизирован по роману бестселлеру который стал достаточно популярным в америке книжным бестселлером выбор так и называется в чем заключался этот выбор есть неподалеку друг от друга в америке живут соседи парень со своей девушкой и девушка со своим парнем и они очень часто замечают что их вторые половины постоянно куда-то ездит отсутствует и поэтому часто они остаются совсем одни и парень его девушка вместе со своими собаками и у вот этой вот соседки у нее заболевает собака потом оказывается что она беременна беременна тремя щенками она подозревает что собака беременна вот пса соседского и приходит высказать эту претензию соседу кроме того он такой парень красивый очень и она видит что тот абсолютно не стесняется в присутствии ходить с обнаженным торсом тем самым он ее просто соблазняет на каждый раз на общение с ним но она так как у нее есть свой парень она отвергает его недвусмысленные намеки и говорит ему претензии о том что вот у меня собака из-за того что вот ваш пес очень часто пропадал на нашем участке вероятнее всего он является отцом щенков моей собаки и вы должны нести ответственность хорошо тогда приезжайте там во столько-то в такой-то район в такую-то клинику у меня там есть очень хороший врач он вам поможет и она значит едет в эту клинику приезжает с ней проводится встреча не выходит пожилой такой врач и когда заканчивается уже осмотр дверь открывается и выходит в белом халате ее сосед оказывается что это сын вот этого врача и что он тоже ветеринарный врач так они как бы знакомятся но оказывается что его пес кастрирован и что уже достаточно давно поэтому она получается попадает просак зря на его обвинила и таким образом они завязываются знакомства но как я уже сказала парню на очень нравится он не может стоять и в один прекрасный день у них случается роман в отсутствие их вторых половин но и вторые половины они настолько редко уделяют внимание что этот роман был в общем-то неизбежен и спустя буквально месяц когда и тот и друг то и другая значит пара соединяется со своими бывшими парнями девушкой там происходит объяснение она рассказывает обо всем и в общем в общем все заканчивается свадьбой этих двух соседей и дальше я не буду рассказывать что происходит почему выбор вы поймете уже включение фильма на хочу сказать что в данном случае это очень романтичный фильм для девушек для женщин покажется весьма интересным для мужчин возможно какой-то не знаю позитивным лучиком света станет для просмотра и для коротания доброго вечера и так говорю о том что этот фильм стоит посмотреть лишь для того чтобы поднять себе настроение потому что он такой романтичный легкий но в конце конечном итоге драматичный такой сюжет имеет поэтому там тоже придется и попереживать но вы увидите все сами и и следующий фильм про который я бы хотела рассказать это еще один американский фильм который меня очень заинтересовал он называется быть флинтом фильм быть флином в нем главную роль играет роберт де нира вот играет пожилого писателя который очень имеет сильный внутренний стержень работает такси и едва сход сводит концы с концами потом в результате оказывается что когда-то давно у него была семья и жена его просто-напросто выгнала потому что он совершил криминальное преступление отсидел в тюрьме поэтому как бы его сын рос без отца и вырос уже в совершенно другого человека у него было очень много разных отчимов то есть его мама встречалась там огромным количеством мужчин после отца и так она ни с кем больше не построила семью но она очень много работала и у нее не хватало совершенно не сил и времени заниматься воспитанием сына поэтому он вырос какие-то момент отказывается отчима в принципе все были очень мы такие мужчинами разными и в общем парень как личность не сформировался по своим каким-то вот конкретным увлечением поэтому он пошел работать куда его устроили а устроили его в приют для бездомных людей и вот тогда там встретил девушку которая стала его впоследствии девушкой с которой они начали встречаться и вот здесь он встречает в этом приюте неожиданно своего отца вот тут приходит к нему погреться и оказывается что он его отец здесь показываются как складываются взаимоотношения у отца писателя и сына отца писателя он пытается ему рассказать о своем о своем творчестве о книгах которые он написал отец но так как он очень экспрессивный товарищ что сын за него очень стыдно и у них происходит конфликт и казалось бы в общем сын который работает доме для безбомжей помогает другим людям не брезгует абсолютно там никакими вещами то есть ему взаимодействует напрямую с этими больными чесоточными бомжами да и в то же время он очень человеколюбивым становится но отцу он как раз не может простить его скверный характер потому что птица очень знатно ругается позорит его незаслуженно в общем он начинает пить отец его и сын видит что сладу с ним совершенно нет приюте тоже начинают с него проблемы у сына только не с алкоголем а с другими веществами поэтому этот фильм он достаточно интересный с точки зрения каких-то отношений между отцом и сыном между родительск а детскими обидами травм между значит проблемами взаимоотношений я когда смотрела у меня сын этот фильм смотрел сначала невнимательно потом он включился и в общем до конца его досмотрел он очень понравился сын подросток и я хочу сказать что этот фильм быть флином какой как своего рода роман о стойкости человеческой о том как люди не потеряли себя они свое человеческое достоинство даже упав фактически в материальном плане самое дно они смогли найти в себе силы подняться идти дальше и достигнуть в итоге успеха и вот этот фильм он как раз об этом то есть если смотреть с точки зрения мотивации для писателей для вообще людей которые потеряли надежду своей жизни могут найти работу вы обязательно посмотрите он поднимет вам веру в свои силы а теперь я расскажу вам немножко о своем творчестве сейчас я написала книгу она вот так вот выглядит пока я ее не отдала еще в типографию но в скором времени я надеюсь я ее публикуем она называется маркетинг блока вот и она является таким интересным как мне кажется произведением не двусмысленным а скорее прямым но эта книга о путешествиях у животных о сострадании маркетинге ведение блоков блогинги и о том как обычный герой которого зовут героиня катя проходит очень такой сложный для нее путь трансформации личности она сталкивается с рядом проблем за несколько лет и она рассказывает от своего лица как ей удалось преодолеть эти проблемы и написать в итоге книгу и помимо книги и его жизненные ценности также меняются под воздействием тех событий которые она попадали ну как то вот мне хотелось вам рассказать одну из глав послушайте может быть вам откликнется глава называется несчастный алабай как на холодным осенним утром кати проводив славика в школу пошла на пешую прогулку по району взяв с собой приличную пачку кошачьего корма она отправилась покормить уличных котов и она даже представить себе не могла чем вернется день мчс прислал кати сообщение граждане москвичи будьте осторожны в течение всего утра дня ожидается шквалистый ветер до 20 метров в секунду и слабый снег успею до бурь зайти зайти в торговый центр купить еды подумал катя и обратно вернусь домой только она подумала об этом как небо затянулось серыми тучами и поднялся очень сильный ветер с дождем катя в этот момент уже подходила к торговому центру как вдруг она услышала громкий собачий лай где-то неподалеку кроме как огороженного по близости пустыря ничего вокруг не было катя перешла через дорогу и посмотрела через заборе прямо посередине пустыря на длинной цепи разгуливал огромный грязный несчастный лобай он пытался спрятаться в будку но ветер был настолько сильный что она продувалась насквозь поэтому он был пытаясь позвать на помощь но никто его не слышал и не видел за высоким забором особенно в такую погоду катя достала из сумки мешок кошачьего корма перекинул через четырехметровый забор лобай увидел пакет учуял запах корма побежал к нему и слава богу что ему хватило длинной цепи катя затаилась боялась что он не дай бог сорвется цепи сможет вылезти из дырки под забором она буквально за минуту разорвал он буквально за минуту разорвал пакет и съел все что там было катя обрадовалась хоть немного она смогла ему как-то помочь уже сильно она уже очень сильно промокла и замерзла несмотря на это пошла искать сторожа обойдя забор катя зашла внутрь автостоянки подошла к домику сторожа и начала его звать прошло десять минут но никто не открывал и никто не вышел на его голос черт подумал катя в голове промелькнула мысль может вызвать волонтеров и сообщить им о жестоком обращении с животными по факту была не просто халатность а содержание собаки в невыносимых для жизни условиях без теплой будки на жутком открытом поле без еды на цепи бедному лобаю худющему и замерзшему непременно нужна была помощь катя написала в группу волонтеров но ей ответили что нужно писать не по этому адресу словно в пустоту было отправлено несколько сообщений и в другие группы помощи алабаем лишь одно письмо было отвечено что обычно сторожа забирает собак и никто не может их забрать без соответствующей процедуры инициализация такой процедуры должна была идти от защитник от зоозащитника кем катя не являлась черт что же будет с этим бедолагой досадовала катя всю ночь она не спала и и знобила чувствовала что она простудилась и заболевает выпив горячую часть лимоном она вдруг вновь поверила нет проверила нет ли ответ от волонтеров писем не было рано утром проводить славяков школу катя поехал к врачу так почувствовал что и самой нужна была помощь тело ломила нога покалывала ощущение что я продула врач выписал обезболивающие таблетки катя сходил в аптеку и слегла на один день но долго болеть она не могла и на следующий день собрав волю в кулак она вновь поехала в торговый центр проверить алабая когда она приехала алабая на супе не было как и не было будки неизвестность о судьбе алабая долго не давала ей спокойно спать в группах соц сетях объявление было просмотрено но не отвечу вот так что хорошее я могу вам сказать это один из рассказов которые относятся к таким вот рассказом о животных но здесь есть и другие рассказы которые относятся к путешествию вот отпуск в сочи вещей катя со славянком был на 3 рюкзака мамика женщине не хватило одного и вещи сына уместились в одном они были из тех скромных туристов чей тот лук можно было охарактеризовать как спортивный стиль катя как блогер привыкла носить спортивный костюм и джинсы с футболкой или толстовкой тот же стиль перенял славик так как в школе где он учился все подростки выглядели как будто из одной спортивной команды так как все носили худи со спортивными штанами джинсами когда наступало лето она доставала свои любимые летние платья с удовольствием на их носила в них она выглядела довольно мило так что сын даже обратил на это внимание рано утром они встали и папа игорь вызвал им такси до аэропорта так как ехать предстояло во внуково у папы был рабочий день обычно он их провожал встречал но с открытием для семей услуг такси такая добрая традиция как-то постепенно канула в лету в подъездных ожидал желто-белый убер и попрощавшись с игрой мкать со славиком сели в комфортный хундай саларис сложно было заранее просчитать время до аэропорта так московские пробки были весьма непредсказуемы приходилось сильно выезжать заранее чтобы не оказаться бегущими за хвостом самолет в общем если резюмировать эту книгу то она как раз рассказывает о путешествиях о том что волнует обычных женщин которые занимаются домом воспитанием детей пытаются строить карьеру катя проходит через долгий длинный путь при создании блога у нее вы поначалу ничего не получается но в конечном итоге она находит решение этой проблемы и преодолевает свою депрессию с которой она сталкивается поэтому книга еще раз говорю она мотивирующая и я вам очень рекомендую почитать в моем блоге ссылка под этим видео если вам понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик и будьте в курсе о выходе новых видео всем пока пока пока